Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала Вновь прибывшие случайно взглянувшие Я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши тёплые слова Я всё читаю, девочки, мальчики, спасибо огромное Давайте сегодня посмотрим У меня такая тема На два варианта будет золотой и серебряный ангел Выбирайте пока Знаете, как захотелось Не мне, да, пришла информация, что надо сделать расклад По поводу послания от вашего рода Прям, знаете, аж руки чешутся, не могу Значит, кому-то этот расклад нужен, значит, кому-то будет полезен Вот, поэтому сделаю на два варианта Потому что у вас очень много Посланий от вашего рода Кто к вам придёт С вашего рода и что он вам хочет сказать Вот, думала на три варианта Но думаю, что на два сделаю Поэтому давайте с первого начнём С золотого Видно вам, да? Давайте посмотрим, кто там к вам пришёл И что он вам хочет передать Вот, давайте посмотрим, кто там к вам Вот, давайте посмотрим Вот, давайте посмотрим Здесь к вам пришёл мужчина Пришёл мужчина И здесь, знаете, как он умер при какой-то ссоре Была какая-то ссора То ли, знаете, как конфликт Конфликт, какая-то ситуация Это была либо война Либо он, знаете, какая-то была Вот конфликт, драка И его как убили, да, вот при конфликте То есть здесь мужчина умер при каком-то конфликте сейчас скажу как он выглядел сейчас секунду мужчина плотного телосложения он не худой мужчина плотного телосложения у него борода была такая знаете не длинная борода какая-то борода темные волосы вот такой мужчина пришел и сейчас секунду такой ну вы знаете он такой как пивной пузико у него он вот не совсем толстый да вот но он такой плотный и у него такой небольшой пивной пузико и знаете показывают как рубашечка на нем ну как вот рубашка мужская и вот пуговичка где внизу вот на животе она немножко как знаете натягивается то есть когда человек вот такой плотненький да и вот он одевает ему уже рубашка маловато и вот там натягиваются пуговки вот я вижу как на утягиваются пуговки у него на его вот где пупок район пупка и он не худой вот именно как идёт какие-то темные волосы вижу и такая оборотка у него густая очень не три знаете волосина такая какая-то густая оборотка и вот он показывают как умер он какой-то конфликт был какой-то конфликт и он умер как ну вот либо это военные какие-то действия была да вот конфликтной ситуации между странами и военное действие либо какой-то конфликт 40, примерно, он где-то был, какая-то конфликтная ситуация произошла, и там человек умер. Вот здесь такая ситуация. Вот. Молод душой был. Очень молод душой был. Такой, знаете, хохотушка-балагур. Вот что-то типа такого. Добродушный очень. Не злой, знаете, вот он добродушный какой-то был. У него было хорошее чувство юмора. Вот какой-то такой вот мужчина. Может, вы знаете, я не знаю, сколько здесь примерно поколений от вас. Ну, где-то в районе 6. 6, да, две цифры 6. Где-то 6 поколений от вас. То есть, откуда-то совсем далеко-далеко от вас. 6 поколений. Что он вам хочет сказать? Что, во-первых, за вами наблюдают. За вами высшие силы стоят. Очень, знаете, здесь они наказывают тех, кому, кто вам принёс какие-то страдания. Знаете, вот они наказывают не через вас, а через кого-то. Здесь вот может быть получится так, что, знаете, вот они вам причинили боль, а потом вы от них можете не от них, а от каких-то других людей. К примеру, там они, ну, такую, давайте ситуацию возьмём, как будто бы, ну, к примеру, они как это по-русски-то, задолжали вам денег, взяли крупную сумму денег и задолжали вам, не хотят возвращать, да, кинули вас на деньги, грубо говоря. Здесь потом вы можете узнать через какой-то промежуток времени, что у них там бизнес сгорел, да, там, поднесли потери какие-то. То есть здесь вот вы потом какую-то информацию узнаёте о этих людях через какое-то время, но это не как не вашими руками, да, то есть вот вас, вам делают больно, а потом высшие силы, вот ваш род через какие-то там третьи лица наказывают этих людей, да, то есть вот вы, к примеру, там, или мужчина, который вам сделал больно, там, очень сильно, да, через какое-то время вы можете услышать, что вот что-то произошло, да, там, у него проблемы в семье, там, либо там он болеет, либо деньги потерял, какая-то вот такая ситуация, во-первых, да, это первое, что пришло, во-вторых, вам говорят, что вы солнышко, вы должны сиять, как солнышко, вы должны перестать бояться, вы должны перестать оглядываться в прошлое, прошлое надо оставить в прошлом, вот оно там, его уже не изменить, да, но вы можете поменять своё будущее, вы можете выбрать своё будущее таким, каким вы его захотите сделать. Здесь вот именно, знаете, вам говорят, вам надо отрубить вот эти все какие-то зависимости, зависимые ситуации, вот этим мечом взять и всё это вырубить, да, здесь такая ситуация, что вам говорят, во-первых, прошлое отпустите, не зацикливайтесь на нём, не вспоминайте его, не культивируйте эти страхи, не надумывайте себе, что дальше будет плохо, что ничего в вашей жизни не будет, да, здесь такая ситуация, что вот не надо, вот вы закрыли эту главу своей жизни, да, там на ключе где-то в комодик положили и всё, и забудьте, да, вот не надо, это вот всё, знаете, как, просто здесь такая ситуация, когда вы вот в душе всё это вот, знаете, переворачиваете, переворачиваете, что-то вот там всё крутите-крутите в голове, вот здесь этого делать не надо, здесь вам надо, как, вот он вам, знаете, что говорит, успокойся, успокойся и действуй, интересно, успокойся и действуй, не знаю, с чем это связано, вы, наверное, сами знаете, с чем это связано, вы куда-то действует, вы должны что-то, вы должны сделать, какой-то выбор, да, здесь какой-то выбор вы должны сделать, у вас очень много страхов, опасений, у вас может быть, кстати говоря, вам информация через сны переходит, обращайте внимание на сны, вот они вам, он вам говорит, что он какую-то информацию передаёт через сны, вот этот мужчина, и что он вам говорит, здесь вам надо какой-то сделать выбор, вы очень боитесь, вы как-то у вас внутри, не знаете, нестабильная ситуация, вы разгармонизированы внутри, и надо сделать выбор, вы не хотите смотреть на будущее, вам страшно, что там будет, а что я там найду, а вдруг там будет хуже, чем в прошлом, и как-то вы цепляетесь вот за это прошлое, знаете, как будто якорь какой-то, а здесь вам говорят, отпустите этот якорь, он вас тянет ко дну, он вам не помогает. Здесь слушайте свою интуицию, у вас сейчас развита интуиция очень хорошо, вам, говорю, здесь информация приходит очень многим через сны, через вот, может быть, медитации, вы медитируете там, либо что-то, вот, какие-то знаки вы получаете, то есть вам здесь вселенная даёт эти знаки, чтобы направить вас на путь истины, здесь какая-то такая ситуация, и он вам говорит, не бойтесь, да, вот, слушайте эти знаки, слушайте свою интуицию, вот, что вам говорят, туда вы и, как бы, вас направляют, да, он говорит, мы помогаем, мы тебя направляем, то есть только не сопротивляйся, чем больше ты сопротивляешься, тем хуже ты делаешь себе, то есть такая ситуация, как будто вы даете, должны вот, ну, чем меньше вы будете сопротивляться, тем менее болезненно это будет для вас, что вы здесь как-то, знаете, у вас потеря энергии какая-то в прошлом была, вы, у меня же виски задавила, какой мужчина, здесь вы как-то, знаете, топтались на месте, не знали, куда идти, вот вы сейчас должны, у вас какая-то, знаете, прояснение ситуации будет, вот вы что-то прояснили, какую-то тайну вы узнаете, тайну либо информацию, да, какая-то тайная информация, либо вы уже узнали ее, либо вы ее вот-вот узнаете, которая даст толчок вам к тому, какой выбор принять, здесь как что-то вот тайное знание, тайная информация, опять-таки через сны, через знаки, что-то вы получите, какой-то толчок, который вам поможет сделать какой-то правильный выбор, то есть здесь он говорит, прислушивайтесь, пожалуйста, к своим снау к своей интуиции, что он еще хочет сказать, здесь будет какое-то движение вперед, уход от какой-то ситуации, ситуация зависшая была, весели, не знали, что делать, здесь вы опять-таки, какая-то информация, либо вы получите через интернет, да, кто-то напишет, кто-то скажет, либо вы сами откуда-то, да, вычиты, здесь какое-то вот как будто вам не вы сами, знаете, а вот какое-то сообщение получите, сообщение, звонок, какую-то информацию от кого-то, не сами, да, как будто вот от кого-то вы получите, и это дает вам толчок к тому, чтобы вот уйти с какой-то зависимой ситуации, где было подвешенное состояние, вы не знали, да, что делать, здесь вы будете, найдете выход, уйдете от этой ситуации, причем здесь, знаете, по восьмерке жезлов как-то это быстро сделаете, да, и он вам говорит, что вы будете в победителях, здесь в любом случае карта победителя, вы будете праздновать победу, стабильность победа здесь, да, любовь, вон голубки пара, да, и здесь две женщины, везде пары, то здесь вы найдете, да, колесо фортуны крутанется в вашу сторону, здесь вы найдете какой-то баланс, выйдете из этой ситуации, причем выйдете в победителях, то есть ставьте в плюсе вам, не знаю, какая была ситуация, да, у вас здесь, но плюс вам, то есть вы со знаком плюс выйдете из нее, и колесо фортуны в вашу сторону крутанется, да, вы как начнете жить с чистого листа, вы начнете жить с чистого листа, вот будете выбирать свой путь, какой захотите, да, и здесь вот вам дали, здесь как-то вам говорят, что дали право выбора вам, какой дорогой жизни, вы хотите идти здесь в колесо фортуны, вы сами сядете на это колесо и будете крутить его как хотите, да. Куда хочу, туда и пойду. Куда хочу, туда и полечу, да, как говорится. Здесь у вас какая-то ситуация болезненная была, вам прям как сердце разбили, да, что-то разрушилось в вашей жизни и потом подвисло. Вот, поэтому здесь вот такая вот ситуация. Услышали, да, что вам хотел сказать этот мужчина? Все, мы отпускаем его с благодарностью, да, давайте. Давайте серебряный. Кто к нам пришел? Кто сюда пришел? Что здесь мужчина пришел? Мужчина, знаете, при власти был. Так. Сейчас, девочки, секунду. не вижу его, не показывается. Мужчина был при власти, либо работал там в суде, в парламенте, то есть такой мужчина достаточно властный, жестокий, жесткий. Мужчина худощавый. Худощавый, и у него почему-то сапоги до колен. Не знаю, кто это. Сапоги до колен показываются. Сколько поколений от вас? Сколько поколений? Далеко, очень далеко от вас. Прям звезда. Да, это очень как-то далеко, ну, недалеко очень. Да. Здесь вот такое, какие-то, знаете, времена. Поколений... Сейчас скажу. Поколений 8-9. Поколений 8-9 от вас пришел мужчина. Вот какой-то у него какие-то сапоги, такие, знаете, цвет у них такой грязно-коричневый. Здесь мужчина был при власти. Мужчина с сложным характером, мужчина с тяжелым характером. Такой резкий, знаете, он был грубоватый и резкий. Худой. Не вижу, чтобы он был толстым, он был худой. Такой, знаете, импульсивный, порывистый какой-то. Вот что-то все говорит, говорит. Вот так вот он много говорит, быстро говорит. Что-то пытается, знаете, доказать. Вот как-то вот такая, какая-то картинка такая показывает. Он стоит перед кем-то и вот такая вот... ругается с кем-то. Такой вот он был какой-то... Знаете, он выносил какие-то решения. То есть он, может быть, это типа как судья, который, да, вот палач какой-то, вот который, знаете, вот тебе либо жить, либо... То есть вершил какие-то судьбы, карта судьбы, вершил какие-то судьбы людей. То есть он здесь, да, кого помиловать, кого не помиловать. Здесь такая вот ситуация. Говорю, здесь такое ощущение, что он либо-либо в суде, либо поре какой-то власти. Ну вот сколько там? Восемь, да, у нас поколений назад. Я не знаю, что там было за органы власти. Но, в общем-то, он... Он такой не последний человек в том месте, где он живет. Вот он какой-то пост занимал высокий. К нему прислушивались люди. И он такой, знаете, был, говорю, выносил такие какие-то решения. Вот он как-то резко, знаете, говорил. Что он вам хочет передать? Так, что он вам хочет передать? Здесь говорит, что у вас в прошлом было какое-то предательство, измена, коварство, воровство. Да, вот что-то такое было, когда вам не было у вас веры, когда вам было очень плохо, больно, когда вы вставали с утра и не хотели просыпаться, думали, скорее бы, вечер. Вы не знали, как жить. Вы могли даже выпивать, как-то скатываться в какие-то зависимости. Здесь такое тоже может быть. Здесь вы могли, знаете, как-то уходить от реальности куда-то. Там, я не знаю, читать книги, курить, выпивать, сидеть в интернете. Здесь такая ситуация, я говорю, что вам не хотелось жить. Вот вы могли просто прийти, упасть на диван, например, и смотреть в потолок, и не видеть этот потолок, вам было настолько плохо. То есть веры ни во что не было. Здесь карты говорят, это было связано с мужчиной. Мужчина поступил как-то некрасиво с вами. Мужчина обидел, проехался катком про вас. Мужчина здесь, ну, знаете, как-то поделил вашу жизнь надой после него. Вот как-то, знаете, вот расколол вашу жизнь. Мужчина эгоистичный, где-то такой жестокий. Мужчина-манипулятор. Знаете, как вот он, может быть, тонким был манипулятор. Мужчина мог пускать пыль в глаза вам, да, вот заговаривать, 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 красиво говорить, но по факту, знаете, потом как мыльный пузырь все это раз лопалось, да, и получалось, что ничего и нет. То есть все, знаете, такое ощущение, что вы были с ним, и вы жили в каких-то иллюзиях. Вот он какие-то иллюзии вам строил. Воздушные замки, я не знаю, там обещал вам, может, что-то, знаете, вот много, когда там у нас будет и семья, и дети, и дом, и я такой весь там хороший, да, то есть какая-то вот такая ситуация была, когда мужчина вам обещал много чего, а по факту не получилось. То есть отношения с ним, вы от отношений с ним ожидали одного, а по факту произошло что-то другое. Здесь этот мужчина вам передает, что не зацикливайтесь на этом мужчине, да, здесь у вас будет другой мужчина. Здесь идет вам по судьбе мужчина, стабильный для любви. Здесь, знаете, как у вас будет любовь, у вас будет, и вы избавитесь именно как одиночество, у вас здесь уйдет от одиночества, у вас будет любовь, у вас будут чувства, взаимные чувства, да, вот вы вот смотрите друг на друга, вот как в зеркало здесь, еще и туз кубков здесь. Может быть, не так быстро, как бы хотелось, с чем это связано. То есть здесь как-то, знаете, такое ощущение, что у вас вот этот мужчина придет, у вас будет медленно очень отношения развиваться, вы никуда не спешите, вы можете сначала общаться, будете как друзья, вы там, переписки, может быть, встречи какие-то у вас будут, да, вот, может быть, увиделись, просто погуляли где-то, вот, то есть не в омут с головой, а здесь как-то, вы знаете, как по ступенькам, чуть-чуть, чуть-чуть, вот мы узнали друг друга побольше, там, и то вот такая вот ситуация, какая-то вот очень медленное развитие какое-то у вас здесь будет. да, вы уйдете, вы уйдете от какой-то ситуации, от разбитых треугольников, от разбитых сердец, да, вот, измученного сердца, здесь вы от этого уходите, уходите, вы либо можете с этим мужчиной познакомиться, он будет на расстоянии от вас, либо в какой-то поездке, ну, расстояние, может быть, вы на других концах города живете, тоже расстояние, да, у каждого здесь свое, здесь, может быть, действительно, какое-то очень большое между вами расстояние будет, мужчина, может быть, не совсем там славянской внешности, таких горячих кровей, может быть, либо просто такого темперамента будет, да, вот он с одной стороны такой вот, знаете, такой весь степенный, такой весь, как вам объяснить, практичный, твердо стоит на ногах, а по факту, да, внутри-то у него такой огонь бушует, что мам, не горю здесь, вот, мужчина сильный, сильный физически будет, сильный духом будет, вот он такой вот, но, я не вижу, чтобы он был такой, знаете, большой, да, вот он как вот, он физически развитый будет, то есть он не толстый, и, 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 здесь будет семья, здесь карты говорят, будет семья у вас, здесь мы, этот мужчина, не карты, этот мужчина говорит, что у вас будет семья, для тех, кому актуально почему-то идет семья, здесь у вас будет семья, вы добьетесь того, к чему вы стремитесь, вот у вас, наверное, сейчас цель какая-то, да, Семья, мужчина, реализация себя как жены, как матери. Вот здесь вы победите ситуацию, вы победите свое прошлое, вам будет тяжело. Здесь никто не говорит, что здесь карта тяжести, никто не говорит, что вам будет легко. Что вот здесь именно как победа над своими страхами, над своими внутренними демонами, над ситуацией. То есть здесь у вас будут стабильные и длительные отношения, здесь будет любовь, влюбленность. Вы выйдете из этого одиночества, здесь еще и карта праздника. Кстати говоря, вы можете на каком-то празднике познакомиться с мужчиной здесь. Но здесь как-то такое ощущение, что мужчина от вас на расстоянии будет. Ну праздник это может быть, вот вы там, к примеру, на работе где-то познакомились, в командировку вас послали. Либо, может быть, вы в поездку куда-то собираетесь, познакомились с ним в поездке в какой-то. Ну интернет, часто у меня тройка кубков тоже показывает интернет. То есть вы можете познакомиться как-то через интернет с ним. И первое время, вот как будто вы не сможете с ним встретиться, вы будете потихоньку, потихоньку, да, потом произойдет встреча там. И вот будет развиваться ваше отношение, то есть к стабильности. Здесь вы тоже выйдете в ноль, карта шута дурака, и здесь высшие силы за вами наблюдают. Только вам знаете, что надо прекратить хандрить? Прекратите хандрить, хандра, апатия, что все плохо, что скатываетесь в негатив, я ничего не хочу. Вот знаете, вот здесь три кубка, вот да, вот и ни один из вариантов вас не устраивает. И вы смотрите, я не хочу ни это, ни это, ни это. Вот этот мужчина мне не нравится, это тоже что-то не то. И это тут, сзади вас, вот огромный кубок плещется прям, да, вот вы его прям, а вы его не видите. А вы его не видите. Вот, то есть оглянитесь по сторонам, посмотрите, да, вот есть решение, но прямо у вас перед самым носом, только вы не хотите на него смотреть. Поэтому здесь вот такая ситуация, вам этот мужчина говорит, оглянитесь вокруг, посмотрите на мир шире, да, вот как-то расширьте свой кругозор. Забудьте прошлое, найдите, найдите баланс какой-то внутренний, двигайтесь к новым берегам, вот что он говорит, двигайтесь к новым берегам. Все, я тебя благодарю, спасибо большое. Девочки, вот такой вот получился расклад, я вас всех целую, всех обнимаю и до новых встреч.